Позвольте представиться, Игнатий Булгак. Это моя жена Тереза Булгак. 200 лет назад был основан этот дворец мною. Ну, вы видите, во что-то превратилось. Тысячи людей со всех уголков Синеокой погружаются в давно ушедшие времена. В комплексе впервые сентябрьский фест. У дворца разворачиваются фестивальные улицы. Торговые ряды, выставки ремесленников и народных мастеров, интерактивные зоны, выступления реконструкторов, презентации музеев. И всё это рядом с белоснежной жемчужиной архитектуры XIX века. Нашим президентом был озвучен этот объект как приоритетный. И, к счастью, после этого очень пристарное внимание было уделено нашему объекту, в том числе со стороны Министерства культуры и самого президента. И в этом году мы рады уже принимать гостей полномасштабно. Во дворце настоящий ажиотаж. Всем не терпится увидеть плоды многолетнего труда реставраторов. Масштабные работы здесь начались в 2009-м. Хранители красоты буквально по миллиметру счищали краску и воссоздавали уникальный интерьер. На восстановление аутентичного великолепия понадобилось более 30 миллионов рублей. От изящества результатов кружится голова. «Наши реставраторы старались нигде не отступать от оригинала. Благо, у нас была очень хорошая научная база. Фотографию белорусского фотографа Яна Булгака. Ещё акварели белорусского живописца Наполеона Орды. Ну и плюс, конечно же, исследования здесь на месте». Основная экспозиция включает 12 залов. Каждая комната поражает не только своей историей, но и схожестью с первозданным обликом. «Банкетный зал – самая роскошная величественная комната дворца. Стены украшают портреты членов семьи Булгаков. Красотой и масштабом поражает киссонный потолок. Высота – 8 метров». Бесценная особенность именно в декоративном покрытии. «Россыпь изысканных углублений в пять уровней и 40 квадратных метров ослепительной позолоты. Множество ажурной лепнины. Каждая деталь – уникальное отражение XIX века». «Дворец построен в стиле ампир. Это наследие Римской империи и империи Наполеона Бонапарта. Самый великолепный стиль, который только можно было себе придумать. Наш Игнатий Булгак знал, что выбирать, когда строил этот дворец». С оглядкой на историческую эпоху. Галантные кавалеры в белых перчатках приглашают на танец элегантных дам в изящных нарядах. Бальный зал по-настоящему оживает и в вихре танца под классическую музыку переносит всех гостей в далекий романтичный век. «Мы готовились месяца три к этому балу. Репетировали очень много. Все исторические танцы, вальсы, полонез». «Это мероприятие – это просто какая-то сказка. В нашей такой обыденной жизни – это просто праздник такой. Спасибо огромное организаторам». «Мне очень это нравится. Меня наполняет, вдохновляет. Это благодарно, что в эту атмосферу я окунулась. Буду продолжать танцевать. Это, конечно, восхитительно». Дворцово-парковый ансамбль в Жиличах – историко-культурная ценность международного уровня. В этом году памятнику архитектуры исполняется 200 лет. И сентябрьский фестиваль такого масштаба, несомненно, претендует стать славной традицией. Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.